Вот уже третий год подряд на территории Московской области проходит конкурс на соискание премии «Наша Подмосковья», инициированный губернатором региона Андреем Воробьевым. За годы проведения в нем приняли участие более 20 тысяч человек. 3 тысячи заявителей были удостоены денежных вознаграждений. «Наша Подмосковья» помогает людям поверить в себя, в свои проекты, дает понять, что положительные инициативы необходимы для развития региона. В премии принимает участие большое количество активной молодежи, которая верит, что ее вклад нужен Подмосковью. «Они проявляют свою позицию, они присылают работы абсолютно по разным темам, начиная от экологии, заканчивая заботой о ветеранах, пожилых людях. И их вклад очень существенный. Область всячески поддерживает молодежные инициативы, очень много профессиональных сообществ, от блогеров до молодых предпринимателей, которые сегодня собираются, участвуют в дискуссионных площадках. Сегодня проходит на территории Московской области форум идеологии лидерства, где мы обсуждаем проблемы, находим пути решения, и многие проблемы решаются прямо за круглым столом». Конечно, не только молодежь участвует в конкурсе. Некоторые люди подают проекты, созданные целыми семьями, как, например, супружеская пара Ксения и Юрий, которые живут в сельском поселении Булатниковское, и на территории своей деревни создали культурную зону отдыха с беседками, причалом, детской площадкой. «Красота спасет мир» – такое название они дали своему проекту, потому что считают, именно красота и комфорт способны сделать жизнь человека благополучнее. Выгранные средства они планируют потратить на дальнейшее воплощение многочисленных задумок. «Дальше у нас стоит задача привести водоем в порядок, окончательно привести в порядок. У нас на водоеме есть аэратор, есть катамарат. На сегодняшний день основная проблема – это многолетние иловые отложения. Мы хотим их откачать с помощью созданных нами плавсредств. То есть нам необходимо приобретение мотопомп, необходимо приобретение рукавов». Количество проектов в этом году рекордное. Все они очень разные. Участники затронули многие темы. Забота о ветеранах, социальные вопросы, экология, творчество. Защитить свои проекты во Дворце спорта «Видное» пришло около 300 человек. Благодаря премии «Наше Подмосковье» можно почувствовать и настроение в обществе. Видно, что люди стали более внимательно относиться к проблемам, происходящим в регионе. Например, один из представленных на защите проектов библиотеков «Телефонной будки» направлен на увеличение интереса к чтению. В сегодняшнее время люди очень мало читают, особенно молодежь. Поэтому мы долго думали и решили, что данный проект будет как раз вовремя и, как говорится, к месту. Проект реализован в Центральном парке города Видного. На сегодняшний момент он получил очень серьезную поддержку населения города. Данная библиотека пользуется спросом. Люди приходят, берут книги, читают, даже меняют их. До 4 ноября экспертному совету предстоит дать оценку проектам и сформировать список лауреатов премии «Наше Подмосковье». И 26 ноября состоится долгожданная церемония награждения победителей. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова